Из народной забавы в официальный вид спорта. А в Дагестане будут развивать пляжную борьбу. Готовы ли наши атлеты заявить о себе в этом виде спорта на мировой арене, узнавал Курбан Рагимов. Он сегодня утром побывал на городском пляже. Разгар лета в Махачкале. В первую половину дня городской пляж превращается в один большой спортивный зал под открытым небом. Горожане с самого утра делают пробежки, плавают и занимаются на турниках. В общем, занятия по душе здесь находят все, как просто любители активного образа жизни, так и профессиональные спортсмены. На зарядку приходят все – мужчины, женщины и дети. Форму поддерживают и взрослые, и пожилые люди. Утром спортсменов даже больше, чем купальщиков. У снарядов выстраиваются очереди. Море, солнце и песок – это идеальная площадка и для наших борцов. Тренировки на городском пляже проходят каждое утро. Поэтому, уверены вольники, проблем с освоением новой спортивной дисциплины у них не возникнет. Ну вот пляжная борьба для нас – это не такой тяжелый вид спорта. Мы здесь, можно сказать, с детства выросли, и оно нам на руку. Я думаю, у нас будут одни как и вольные, так и пляжные борьбы лидеры в мировом. Так что, тут ничего такого особенного нет. Мы чуть-чуть изучим правила, все, и пойдем дальше, как всегда, везде добиваться мировых результатов. Руслан Дебергаджиев будет руководить пляжным видом борьбы в Дагестане. Чемпион Европы совсем недавно начал тренерскую карьеру в спортшколе имени Садулаева. Молодому специалисту поручено собрать команду для участия в международных турнирах. Они сейчас проводятся под эгидой объединенного мира борьбы. У мужчин по регламенту четыре весовые категории. В правилах одно большое отличие от вольного стиля – здесь нет партера. В остальном, задача ясна – нужно уложить соперника на лопатки. Попали мы на совещание к саджи-саджиду президенту Федерации борьбы. И вот там, по его поручению, он мне дал займись этой пляжной борьбой. Как-никак я на пляжу много времени провел и боролся. Там нельзя касаться третьей точки. Один бросок – два балла оценивается. Потом выталкиваем тоже один балл. Ну, три минуты до трех баллов. Кто выиграл, тот выиграл. Ну, есть, чуть-чуть есть. Кто хитрее, тот и выигрывает. Идея развивать пляжную борьбу пришлась по душе многим. От звонков и заявок уже нет отбоя. Проверить свои силы на песке планируют даже тренеры, а также ветераны спорта. Специалисты убеждены, для дагестанской молодежи пляжная борьба станет хорошим трамплином для продвижения на мировую арену. Пляжная борьба – это очень интересный вид спорта. Почему? Потому что я даже вот думал, почему у нас в республике, такая республика, столько развитых ребят, и нет именно вот этого направления. Мы думаем, что эта борьба у нас очень сильно будет развиваться в нашем регионе, потому что есть все предпосылки к этому. Почему? Потому что у нас ребята крепкие, здоровые. Очень много есть ребят, которые не попали, допустим, в традиционную вольную борьбу, где-то классика, там могут себя проявить. То есть очень рад и на самом деле, да, почему бы, где она вообще раньше была, скажем так. Новое направление – самый борцовский регион России официально откроет для себя уже через две недели. 24 августа на городском пляже пройдет первый чемпионат Дагестана. Турнир среди юниоров и взрослых покажет, кто из дагестанских спортсменов в ближайшем будущем попытается отобрать у грузинской команды пальму мирового первенства. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.